Всем привет, дорогие зрители канала «В стране чудес». Это вторая часть сериала о том, что покупатели Алиэкспресс хуже китайских бомжей. Я надеюсь, вы посмотрели первую часть, и теперь вторая часть с теми же самыми персонажами. Это у меня такое развлекательное, юмористическое шоу на моём канале. Вы знаете, где-то на уровне подсознания, когда я прочитала предыдущий комментарий, я вдруг где-то в глубинах своей памяти, а за последние несколько дней я прочитала очень много комментариев, меня вдруг озарило, что где-то вот несколько дней назад, то есть вы можете видеть на экране пять дней назад, я именно от этой вот дамы уже читала комментарий, чем-то недовольный Алиэкспресс. И, о чудо, я нашла этот комментарий, я перелопатила несколько страниц комментариев, но я нашла этот комментарий. Девушка, понимаете, не поверила тому, что я покупаю лак на Алиэкспресс. Причём спросила она это в видеообзоре номер шесть про мои покупки в ювелирном магазине. То есть девушка всё-таки видела то, что я покупаю товары в ювелирных магазинах. И она никак не могла поверить, понимаете, у неё в голове никак не могло срастись то, что ювелирный магазин и лак для ногтей с Алиэкспресс. Для неё эти вещи несопоставимые. Милая барышня, я вам открою военную тайну. Люди покупают на Алиэкспресс не только лак для ногтей и не только солнцезащитные очки. Они там ещё покупают телефоны, ноутбуки, платья, туфли, куртки, пуховики, какие-то запчасти для своих автомобилей, рыболовные всякие штуки-дрюки, лодки надувные. И вообще всё, что только можно представить себе, люди всё это покупают на Алиэкспресс, в том числе и косметику разную. От простых каких-то, я не знаю, помад дешёвых до, можем сказать, громко какой-нибудь люксовой косметики, которая тоже есть на Алиэкспресс. Какая-нибудь китайская хорошая классная косметика. О том, что у кого-то бывает на что-то аллергия, это отдельная тема. Вот я попробовала подружиться с гель-лаками, но дружбы у меня с ними не получилось. Не воспринимает мой нос в первую очередь гель-лаки. То есть я буду сидеть и нюхать ацетон и ничего. А вот от гель-лаков что-то такое исходит, что я просто начинаю задыхаться. Вот такая вот интересная история. То есть гель-лаком я себе ногти могу накрасить только где-нибудь при открытом окне. Вот так, по-другому никак. Вот ведь барышню-то занесло-то не в ту степь, да, девчонки и мальчишки? Как занесло, непонятно. Но теперь понятно, что она смотрела ювелирный обзор и попала таким образом на мой канал. Кстати, девчонки и мальчишки, на этой неделе будет еще один ювелирный обзор на моем канале. Скорее сегодня днем он выйдет. Сейчас у нас ночь, 2 часа 22 минуты по московскому времени, 16 января 2019 года. А вот днем у меня на канале, возможно, сегодня, может быть, если не сегодня, то завтра, скорее всего сегодня, выйдет тогда обзор моих покупок в ювелирном, где будет не только серебро, но и золото 585-й пробы. Я ведь могу, когда хочу, пупок надорву, буду питаться запариками, вообще ничего не покупать. Кстати, мне уже об этом тоже в одном комментарии написали, что что-то давно не было кулинарных рецептов. Вам, наверное, не на что купить еду. Ребята, вы знаете, я думаю, что... Ну, не знаю, не буду строить планов. Дело в том, что мне в четверг приедет новая видеокамера, которую я вообще, в принципе, не могу себе позволить вообще никак. Так, то есть, этого просто не может быть. У некоторых людей просто будет взрыв мозгов. Это же несопоставимые вещи. Вот эта камера и мои покупки на Алиэкспресс. При том, что к этой камере я назаказала кучу всего с Алиэкспресса. Почему не стала покупать в фирменном магазине? Да потому что на Алиэкспресс дешевле. Вот и все. Камеру, да, купила в фирменном магазине. А остальные при бамбахе можно купить на Алиэкспресс. Причем при бамбахе мне приедут оригинальные, в оригинальной упаковке с Алиэкспресса. Вот ведь людей-то бомбить, да? Человек не может поверить, что на Алиэкспрессе можно купить хорошие вещи. Я за два с половиной года, которые я веду свой канал, перелопатила кучу всего на Алиэкспресс. А покупаю-то я на Алиэкспресс гораздо больше. Вообще первая моя покупка в Китае была совершена мной в 2013 году. То есть прошло уже пять лет. Этот год еще я не беру в расчет. То есть пять лет я покупаю в Китае товары. Разные. Всякие разные. И девушка думает, что я до сих пор не научилась разбираться в какашках, не в какашках. Девушка не смотрела, видимо, всех моих обзоров. Да, когда я рассказывала про бижутерию, которая фу, а которая зачет. Ну, как еще человеку объяснить, да? Что, ну, не на тот канал она попала. Милая моя, ну, не надо смотреть обзоров с Алиэкспресс, если вам так тошнотворны нищеброды. Если, ну, не хочется вам видеть нищебродов вокруг себя и вот на Ютюбе, но переезжайте жить куда-нибудь в Испанию. Купите там себе какой-нибудь островок. И живите себе тихо и мирно. Зачем же вы приходите и говорите, что вы рекламируете плохие товары? Да вы просто не видели обзоров плохих товаров с Алиэкспресс. Вы этого просто не видели. Вы не видели, понимаете, когда человек не может стразы отличить от кубического циркона, понимаете? Вы не видели, когда человек не может отлетить пластиковые бусины от стеклянных бусин, понимаете? Вы вот этого не видели. И когда люди, вот ваши, кстати, девочки, лакшери-блогерши, которые рекламируют яманка, которая продает всякую хрень, приклеенную на клей, по бешеным деньгам, вот куда вам надо идти, вот у этих бьюти-богинь, которые лапшу на уши своим бьюти-зрительницам вешают, вот туда идите со своей критикой. Милая моя, меня учить не надо, что мне показывать в моих обзорах, что не показывать в моих обзорах. И если мне приходит откровенное говно, то я об этом говорю. Даже если полусапожки из натуральной кожи, но качество у них так себе средней паршивости, я об этом говорю своим зрителям. И если мне приходит какой-то не очень хороший лак, и вначале он мне нравится, а потом я крашу его себе на ногти, и он фу, какаха. Я об этом снимаю следующее видео, говорю, девочки, лак, какаха. И вы мне набрались наглости мне на моем канале вот эту вот написать. Посмотрите все вот эти две части о том, что мы тут все нищеброды, а вы такая королевна, богиня. И отпишитесь от моего канала. Идите, смотрите вот ту бьюти-богиню, которая снимается на фоне какой-то там кровати. Смотрите ее. Ее смотрите с ужасным звуком, с ужасным качеством картинки. Смотрите ее. Меня смотреть не надо. Я плохая. Я снимаю хлам из Китая. Меня бомбит сегодня. Очень сильно. Очень прошу, уважаемая, отпишитесь от моего канала. Не надо участвовать в конкурсе вместе со всеми. Вы же себе можете позволить купить не одного снегирика, а больше. Так что ваш комментарий вне конкурса, по-любому. Я сказала, что я не буду удалять никаких комментариев, кроме оскорблений. Но я считаю, что тот комментарий – оскорбление. И не только мне, а всем моим зрителям. Люди, которые считают, что на Алиэкспресс покупают только нищеброды, нищеброды сами. Только моральные нищеброды. Это хуже, чем люди, у которых просто нету или мало денег. Это хуже быть моральным нищебродом. Собственно, девочки и мальчики, на этом сегодня всё. Я своё мнение высказала. Выпарила весь пар. Это просто звездец какой-то. Это надо набраться такой наглости, чтобы судить о людях по их кошелькам, об их возможностях и невозможностях. Какое хамство, вот какая наглость. Я в шоке. В общем, всё, девчонки и мальчишки, на этом всё. Даже будет странно звучать. Но всем желаю мира и добра. И не судите людей по их кошелькам. Никогда не считайте, чужих денег своих никогда не будет. Поверьте мне. На этом всё. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...